Доложите, доложите по ходам полевых работ, колоссовые завершили. Подчеркни, полевых работ, а то мы сейчас опять начнем говорить об уборке, как будто зерновые колоссовые, подчеркиваю, это единственная культура, которую мы должны убрать. Ну просто традиционно, вот борьба за урожай, зерновые, ну еще и потому, что мы зерновых тогда больше сеяли, колоссовых. Мы больше сеяли значительно, сейчас мы высеваем меньше их, не потому, что нам зерно не нужно, а потому, что поменялся климат, и мы пытаемся, и пока достойно, взять зерно от кукурузы, как весь мир, и в основном Соединенные Штаты Америки, самая страна, которая больше всего производит, наверное, зерновых. Поэтому вот переориентировались на кукурузу какой-то, на четверть меньше начали воздевать зерновых колоссовых, поэтому это уже не битва. Около 7 миллионов тонн зерна получить для Беларуси с такой насыщенной техникой, с уровнем земледелия, это уже не проблема. Ну просто традиционно мы зерновым колоссовым уделяем больше внимания, потому что их и убрать надо быстрее, чтобы они под дождь, как в этом году, не попали и мы не потеряли. Ну мы, наверное, 25-30% преодолели только уборочные компании. Потом остается второй хлеб, а его будет практически столько, сколько зерновых колоссовых, около 7 миллионов тонн картофеля, а потом пойдут и овощи, еще и фрукты убираем, и главное это кукуруза. Мы влезли в уборку зерновых и теребимся там, грубо говоря, по-крестьянски, телепаемся с этими зерновыми, забывая о том, что надо сразу после уборки зерновых, надо стерню пролушить, надо перепахать, надо подготовить сразу под озимый сев, надо посеять озимые, вон у нее, видите, сложены в рулоны солома, наверное. Это все по-хозяйски, это все видно, что здесь есть хозяин. Что касается стратегии, самое святое, как ты говоришь, стабилизационные фонды, это резервы для населения, чтобы у нас был свой картофель на полках самых лучших сортов. У нас молодцы ученые, Академия наук, крестьяне наши молодцы, они научились возделывать хорошие сорта. Новые сорта, выращенные из пробирки, я сам это опробовал, лаборатории исследовали, и в России отдавал на исследования, и у нас. Прекрасные. И самое главное для нас вот в этот год, свое население накормить хорошей картошкой. Поэтому в Минске, в областных центрах, в районах, где только есть склады, надо вот этот стабилизационный фонд, это резерв, для того, чтобы население, до следующего урожая могло пользоваться картофелем. Второе. Не забыть фермеров. Из 7 миллионов, только миллион 200, миллион 100 мы возделываем, ну так сказать, в колхозах, совхозах бывших, в крупных товарных хозяйствах. А остальное 6 миллионов почти, 5 с половиной, возделывают фермеры при усадебной участке. Не забудьте их. Если есть излишки у крестьян, надо Копсоюз сейчас ориентировать, чтобы не забыли все это выкупили, чтобы помогли продать. Колхозы, совхозы, чтобы закупили и продали по тем каналам, которые есть.